На волне ностальгических нот Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фруминым Добрый вам вечер, дорогие друзья! Это программа ночное такси в эфире радиостанции Шансон 24 И в эфире радиостанции Русский Берлин на частоте 97,2 МГц FM Если вы зрители телеканала ночное такси на YouTube То в этой ситуации вы видите нашу студию, расположенную в России, в Санкт-Петербурге Это студия нашей радиостанции, радиостанции, соответственно, Шансон 24 И в течение ближайших двух часов вам предстоит большая рубрика под названием «Лицом к лицу» Ну, во-первых, у нас такая получилась женская сегодня рубрика во всех отношениях Я очень этому рад, потому что на самом деле мне всегда хочется показать людей, которые приехали издалека И вот именно поэтому я пригласил в нашу студию, во-первых, замечательную певицу, автора Кстати, альбом, который мы издали не так давно Вот у нас камера стоит теперь вот тут В порядке эксперимента Вот эта вот пластинка, эта красивая женщина Это Наташа Онегина, которая прибыла из столицы Сибири Из города Новосибирска Следующая дама, которая в следующем эфирном часе будет здесь, в нашей студии Это певица, которая прибыла из города Радужный Это рядом с Тюменью И зовут ее Ирина Баженова Ну, она будет в следующем часе здесь Поэтому, естественно, в этом часе мы будем с вами слушать только музыку Натальи Онегиной Также, дорогие друзья, я еще раз адресую тех, кто этого не знает К новой системе прослушивания нашей интернет-радиостанции На самом деле, нашу радиостанцию «Шансон-24» знают в Рунете уже более пяти лет Моя интернет-станция старая Открывалась станция одновременно с телеканалом «Ночной такси» на YouTube Поэтому, надо сказать особо, что вы можете слушать нас с самых разных хостингов Которые агрегируют потоки русских цифровых радиостанций Мы очень дружим с «Гузейком» с одним из первых таких хостов Там можно слушать «Шансон-24» Там, естественно, он не единственный, этот хостинг Можно слушать также и с радиопотока Это вот, если вы хотите, у вас такая возможность есть Потому что с нового IP-адреса все это заведено туда ровно неделю назад Но самая большая инновация заключается в том, что теперь модифицирован портал студии «Ночной такси» Известный вообще в сети интернет уже более 15 лет И там теперь есть кнопка «Радио» Всего лишь вторую неделю, как произошло это счастливое событие Я очень порадовался, что большое число наших слушателей, зрителей сразу меня за это поблагодарили Жмите на кнопку «Радио» и, собственно, увидите описание программ В том числе и это, их расписание И, конечно же, самое главное, мощнейший, суперсовременный плеер Который в прекрасном формате AAC транслирует, собственно говоря, все, что происходит у нас в этой студии И с портала студии «Ночной такси» все это для вас доступно Ну, а портал знают многие Но назову его имя «Shanson-spb.ru» Ну, почему, собственно, на этом акцентирую внимание? Поскольку это было недавно Больше в сети нету отдельного сайта и доменного имени «Shanson-24.net» Не ищите, не найдете А вот «Shanson-spb.ru» — это новый адрес нашей радиостанции, которая уже отпраздновала свое пятилетие Что касается телеканала «Ночной такси» на YouTube То я, конечно, с благодарностью подчеркиваю к каждому из наших зрителей Ну, вот когда мы с Наташей смотрели сейчас, перед тем, как войти в студию прямого эфира Это счетчик социологии и статистики Ну, правильно сказать, наверное, статистики, чем социология Хотя там счетчик социологии тоже есть, который даже сообщает, откуда люди Какой пол, какой даже возраст Ну, если это указано в различных IP, с которых они заходят Потому что так измеряется на YouTube Любим, насколько правильно сказать, наверное, что счетчик статистики Так вот, 28 миллионов и 378 тысяч наших зрителей Это вот как раз столько к сегодняшнему дню посмотрели телеканал «Ночной такси» на YouTube На котором для вас мы транслируем более 2200 фильмов собственного производства Я всегда в эфиры и пятницы, и субботы всегда сообщаю статистику Самому интересно посмотреть потом ее через неделю На самом деле, на сегодняшний день стабильно не менее 50 тысяч зрителей заходят на телеканал «Ночной такси» на YouTube И не менее 950 тысяч в месяц Суммарно, это столько наших зрителей смотрит то, что производит для вас студия «Ночной такси» Подчеркиваю, отличительная особенность нашего канала на YouTube Заключается в том, что в соответствии с договором с корпорацией Google Мы транслируем только ту продукцию, которую производим сами Поэтому, в общем, есть чему гордиться нашим музыкантам, певцам, певицам, группам Потому что, действительно, это только то, что мы произвели И вот оно интересует на сегодняшний день уже около 29 миллионов человек Я считаю, совсем неплохо Ну, вот такая справочная информация в начале, конечно И два слова про Наталью Онегину Я очень был рад тому, что мы подружились Я был очень рад тому, что вот тот самый альбом, который я уже показал Появился в нашем производстве Я очень рад был тому, что, собственно, у нас появились Наташины песни Потому что они произвели на меня сразу очень приятные впечатления Я увидел человека взрослого, цельного, действительно хорошо поющего И человека, который знает, что он хочет сказать людям Наталья закончила Новосибирский музыкальный колледж по курсу эстрадно-джазового вокала И, кстати, ее вокал соответствует ее образованию Она стала успешной певицей в столице Сибири, в Новосибирске Долгие годы певица выступала в составе нескольких коллективов И исполняла только известные хиты, ну, кавер-версии поют многие В 2001 году, то есть, в общем, не вчера уже, а 15 лет назад Наталья поступает в Московский педагогический университет на факультет иностранных языков Ну, собственно, одна из ее профессий Это профессия и учителя языка и переводчика И, естественно, цель ее была выучить английский так, чтобы в совершенстве петь на нем Написала и защитила лучший диплом на своем курсе Во время тренинга успешный автор песен, выпускница фабрики звезд Александра Киреева Выпускника Александра Киреева у Натальи просыпается второе дыхание И она пишет целый альбом всего лишь за три месяца Ну, это первое, что я должен был сказать сегодня, чтобы мы освежили в памяти Хотя когда-то, когда я представлял этот альбом в эфире, я об этом говорил, естественно, уже И на нашем сайте тоже есть такая информация Но поскольку Наташа осталась специально для того, чтобы поучаствовать вот в этой нашей программе Я, конечно, должен обязательно всю эту фактологическую информацию повторить И я еще не все рассказал Итак, Наталья, я теперь уже с удовольствием призываю вас к микрофону То есть я выпускника с выпускницей перепутал, да? Как в том известном фильме Какие у вас дети? Мальчик и мальчик Я выпускница, и Саша Гиреев тоже выпускник, только фабрики звезд Я у него училась Я понял, да, на самом деле мне показалось, что это он должен был учиться у вас Ну, во всяком случае, что касается сегодняшнего нашего эфира Во-первых, конечно, я приветствую вас в эфире нашей сетевой радиостанции Это очень приятно для меня, потому что мы записывали с вами интервью Когда вы приехали тогда сдавать нам материал для этой работы Это интервью есть у нас на канале Я очень рад тому, что вы побывали у нас два дня назад на 14 апреля На 21-м ежегодном, кстати, фестивале памяти Аркадия Сирнова Вы знаете, что это самый старый фестиваль музыки и шансона по-русски вообще в России Что старшего нет ни одного фестиваля, ни в одном городе Я не знала, но там раньше участвовали мои друзья Тоже исполнители, авторы То есть как бы я знала об этом фестивале Ну, это самый старый И собиралась уже на него поесть Это самый старый фестиваль шансона вообще в России, какой есть Ему действительно честный 21 год И за все это время не было пропущено ни одного года Практически все самые известные артисты, которые работают в этом музыкальном направлении Они прошли через этот фестиваль И, в общем, старше этого фестиваля в русской песне Ну, имеется в виду, конечно, не симфонические фестивали, где работают симфонические оркестры Они, наверное, постарше будут, да, с советских времен идут Но, на самом деле, также только старше нас это Грушинский фестиваль барберский Вот, он действительно старше фестиваля памяти Аркадия Сирнова Вот, ему уже сейчас 35 лет, но нам только 21 Но, в любом случае, по стилистике шансона Мы здесь являемся самыми первыми, кто стал представлять эту музыку, собрав ее так Поэтому я хотел бы, чтобы вы знали правила наших программ Поскольку вы впервые у нас на радио Во-первых, сразу могу вам сказать В течение ближайших почти 60 минут Я, кстати, буду говорить меньше Это я сейчас больше говорю для начала А вы, на самом деле, у нас являетесь диджеем Сразу вас пугаю Я буду объявлять свои песни Да, да, да Более того, вы будете о них рассказывать И говорить о том, что это за песни такие чудесные А вот мой сын у вас работает в качестве рук диджея А вот вы являетесь мозгом диджея Вы думаете, какая же сейчас будет песня Аркадий Александрович Фрумин, он прекрасно все сделает И прекрасно поставит эти песни в эфир Используя нашу с вами фирменную пластинку Вот, поэтому вы указываете, какие песни, а он это делает Во-вторых, конечно же, все наши вопросы Касаются только вашего творчества Только того, как вы делаете музыку Пишите стихи, они совершенно не касаются ничего На личные темы Мы совершенно не похожи на каналы Которые занимаются чем-то таким желтым-желтым-желтым И потом на этом желтым-желтым делают все еще желтее Здесь это все строжаще запрещено Мы профессиональное средство массовой информации музыкальное И наша задача представить публике то, что вы отдаете людям То есть вашей песне, а совсем не вашей личной жизни Это сразу говорю, что таких вопросов не будет Ну и, конечно, в начале, я думаю, сейчас Поскольку я поговорил умышленно так долго Но поскольку я обязан был вас представить И сказать все новации относительно того, как можно слушать наше радио Я предлагаю пославить песню, которую вы сейчас выберете А после этого уже я начну спрашивать вас Для того, чтобы все-таки было некоторое количество музыки в нашем эфире И я думаю, это важно для нашей аудитории Я недавно проанализировала свое творчество И вот самая такая песня, которую люди любят и скачивают Ну да, это популярность Количество скачиваний И получилось, что это моя самая первая песня, которая появилась для этого диска Она называется «Ты там, где музыка» Номер трека надо назвать, рассказать, Санычу Номер трека на моем диске Она у меня номер три «Ты там, где музыка» Ее написала я «Музыка и слова» Прекрасно Наталья Онегина в нашем эфире Я уже не мечтаю, не молю, не таю Я уже не прошу тебя о встрече Я уже давно надежд не питаю Но не в силах сказать, что время лечит Время лечит, только не меня И только не сегодня Ну когда от твоего огня Стану я свободной Ты там, где музыка звучит Ты там, где солнце светит ярко Твоя звезда во мне верит Да так, что всем вокруг Светло и жарко Я уже не горю большим желанием Говорить с тобой, жалеть о прошлом Но услышав во сне твое дыхание Снова верю я, ко мне придешь Ты время лечит, только не меня И только не сегодня И сегодня Ну когда от твоего огня Стану я свободной Ты там, где музыка звучит Ты там, где солнце светит ярко Твоя звезда во мне горит Да так, что всем вокруг Светло и жарко Ты там, где все в душе поет Ты там, где все мои желания А сердце ждет, тебя лишь ждет Да так, что все вокруг Тебе признание Ты там, где музыка звучит Ты там, где солнце светит ярко Твоя звезда во мне горит Да так, что всем вокруг Светло и жарко Ты там, где солнце светит ярко Ночное такси Ничего не случится в дороге Да, дорогие друзья Я уверен, что с вами ничего не случится в дороге Вы настроены на радиостанцию Шансон24 Наш адрес в сети интернет шансонспб.ру Он, собственно, как пишется, так и слышится И открывайте на нашем студийном портале Кнопку радио Там плеер Нажимайте на него И вы будете с нами всегда Круглые сутки Также мы в эфире радиостанции Русский Берлин На традиционном FM диапазоне Радиостанция Русский Берлин Вещает в Берлине с 2003 года На 97,2 МГц FM Там тоже нас хорошо слышно И также нас хорошо видно На телеканале ночной такси На YouTube Именно потому, что Там происходит веб-трансляция Так что, дорогие друзья Вот эти три источника информации Вам абсолютно доступны До завершения этого эфирного часа У меня в гостях замечательная певица Автор-исполнитель Как раз сейчас именно авторское произведение Прозвучало Из российской столицы Сибири Из города Новосибирска Зовут нашу героиню В этом часе Героиню Наталью Онегина Мы выпустили Ее компакт-диск И я очень рад, что Этот компакт-диск Пользовался И пользуется сейчас Весьма большим интересом У нашей аудитории Я очень был рад вообще тому Что состоялась вся эта работа И выпустили мы его В прошлом 2015 году Совсем недавно И его Аккуратнейшим образом Выпустили В нашей юбилейной серии Поскольку Вся продукция Студии ночной такси 2015 года Маркировалась такой Тридцаточкой Надеюсь Наташа, вы это заметили Да? Тридцаточка была Потому что В этом году Такого значка не будет Я думала Это мой возраст Тридцать лет Зачем вам только восемнадцать И на самом деле Это конечно значок Который Следствует о том Что нашей студии Студии ночной такси В прошлом году Собственно Столько и исполнилось Поэтому Да Поэтому вся продукция Была вот таким путем Маркирована Но поскольку Мы не маленькие дети Которые там Каждый год отмечают Праздниками большими То естественно В этом году Уже только Запатентованный знак Ночной такси Запатентованный В Роспатенте И продленный Кстати нами В этом году Еще на следующие Десятилетия То есть Знак в общем Тоже Ветеран Он уже Не снабжается Тридцаточкой Ну а вот Ваш диск Так совпало Вышел именно В этой серии Наташа Давайте поговорим О ваших песнях Потому что Я думаю Что это важно Для нашей публики Тем более Многие Смотрели интервью Которые вы дали мне В нашем Тон-отелье И Люди Конечно Хотели продолжения Скажите мне Вот когда Впервые Появились Ваши профессиональные записи Для этого диска Ну Дело в том что Я понимаю Что этот диск Получился Наши первый Да Он первый Но вообще Ведь фонограммы Которые Мы здесь издали Они сейчас Так понимаю Имели свою жизнь И до того Как собственно Они появились На компас диске Ну они появились Где-то Вот три года назад Когда я закончила Тренинг Успешный автор песен То есть я постепенно Начала записывать песни Познакомилась С аранжировщиками То есть на самом деле Это все очень-очень Новый материал Юрий Рогов Из Екатеринбурга Очень мне помог С моим диском С моими песнями То есть он видит Любую песню По-своему Очень так ярко То есть может сделать Из песни Какое-то яркое произведение Вот я очень горжусь Что я работаю с ним Еще есть у меня Аранжировщики Которые работают со мной Сергей Кабанов Евгений Семененко Вот Ну самое главное Что интересовало Нашу аудиторию Вот после того Первого интервью Которое можно И сейчас смотреть На ютуб На нашем канале А вообще Вот эти песни Они как появились То есть вы изначально Имели какие-то стихи Которые вы писали Или кто-то писал для вас И потом вот вы решили Три года назад Относительно сегодняшнего дня То есть совсем недавно Да Я вот буду их записывать То есть была какая-то Такая четкая И понятная программа Что я Наталья Онегина Буду заниматься тем Чтобы эти песни появились И они были изданы Не было такой программы Просто у меня появилось вдохновение Вот Сначала появилась вот эта песня Это там где музыка Потом появилась еще там песня Когда есть ты Потом еще песня А то есть грубо говоря Работа над альбомом Именно шла вот так вот Стихотворчество А по наитию А по наитию Я понял Вдохновение было Вот И я сочинила все эти песни И сразу пришла к вам Сделали диск Ох как интересно Интересно Тогда следующий вопрос Который всегда мы задаем Относительно того Вдохновение Оно как приходит По каким адресам Музыкальным Или стихотворным Что вперед Для Натальи Онегина Если вы конечно Сама делаете песни Стихи сначала у меня Стихи да Раньше я писала только стихи А вот буквально Три года назад Начала писать музыку Но все равно Сначала появляются у меня стихи А потом уже музыка Хорошо А вот как вы считаете Как поэтесса Эти стихи Они самодостаточные То есть они могут быть В печатном виде В электронном виде Или они только стихи Которые готовы Жить только вместе с музыкой Я считаю Что стихи для песни Это у меня одни стихи А стихи для Какого-то сборника У меня есть другие Как интересно Ооо То есть вы такая Мощная поэтесса Это писанный текст Ага Вот это значит Я удачный вопрос задал Иногда бывает так Например Я напишу какой-то Ну вот Стихи Текст песни Напишу Да Откладываю его Потом проходит Два-три месяца Мне иногда лень Сочинять Проходит два-три месяца Я начинаю На эти стихи Писать музыку Все получается А вот специально Вы для себя Как автор Разделяете Те произведения Которые для Создания песен Или все-таки Те произведения Которые так и останутся Стихами на бумаге Или в электронных книгах Вот изначально У вас есть какое-то Представление О том что вы делаете Я честно говоря Раньше писала стихи У меня есть стихи ранние Там О 20-летней давности Есть стихи Вот сейчас я в основном Для песен Всегда сочиняю То есть вы действуете Профессионально Вы понимаете Что вы хорошо поете Сейчас уже у меня Есть какая-то цель Конкретная Ясно Ну что же видите Мы ответили Хорошо Спасибо Наташа Мы ответили на те вопросы Которые поступили После вашего интервью Которое было записано В нашем-то нателье Не в этой Правда студии Но на территории Этого студийного комплекса И я Собственно говоря Помог тем людям Которые потом Меня спрашивали О продолжении Но на основе Тогда еще получилось Как Обычно У нас есть видео А там получилось Интервью Действительно Вот только в студии И у нас не было Тогда видео К сожалению Вот сейчас мы записали Ваше видео Два дня назад На фестивале Память Аркадия Северного 14 апреля И поэтому Когда предположим Какое-нибудь Следующее интервью Будем делать То мы уже можем Его Что называется Украшать А там К сожалению Мы могли только Говорить И показать видео Не могли А по структуре Записи Вот таких интервью Которые мы размещаем Как отдельные фильмы На ютубе Там невозможно Поставить музыку Там можно только Поддерживать беседу Ну или если есть видео То ставить А видео-то не было Поэтому когда вы появились А потом появился Этот альбом То я столкнулся С большим количеством Вопросов От нашей публики Потому что Наша аудитория Очень умная Это люди Которые интересуются Каждым Творческим человеком Которые приходят сюда И есть кстати Слушатели у программы Ночной такси На радио Которые слушают Ее 19-20 лет Собственно К этим людям Я сейчас обращаюсь Потому что Все теперь работает Очень хорошо Мы хорошо подготовились К этим вечерним интервью Сегодня Поэтому Если вы Хотите Вы можете позвонить По нашему телефону В Санкт-Петербурге Если вы не в Питере Код России Плюс 7 Код Петербурга 812 Телефон 337 1044 Если вы В Санкт-Петербурге 812 337 1044 И Мой сын Аркадий Наш звукорежиссер Примет Звонок ваш И вы сможете Пообщаться С замечательной Певицей Автором Из столицы Российской Сибири Из Новосибирска Замечательной Наташей Онегиной Которая специально Осталась После большой съемки Которая была В четверг Ради того Чтобы принять участие В этой передаче Если вы в Питере 337 1044 И мы с большим удовольствием Выведем вас в эфир Вот еще хотела бы Насчет видео сказать Да У меня же есть еще Видеоклип Вот недавно я сняла Свежий клип На следующую песню Которую я хочу поставить Она называется С днем рождения И она уже довольно известная Песню ставят на На праздниках На концертах Ставят Чтобы поздравить С днем рождения Вот А видеоклип я сняла В свой день рождения Ого По честному Да То есть я организовала съемку В свой день рождения В 12 часов Собрала там людей Актеров собрала Все пришли Никто не знал Что у меня был день рождения По сценарию Был день рождения У мальчика Потом у мужчины В общем все это засняли Вот А потом реквизит весь Съели И я сказала Что на самом деле День рождения у меня Видеоклип Можно посмотреть На ютюбе Песня называется С днем рождения Очень хорошо Номер 5 Номер От Кай Саныча Да Все в порядке Советую ее Для поздравления Молодого человека Мужчины Сына По опыту Многолетнего работы На радио Сразу могу сказать Что песни Поздравления Всегда очень хорошо Уходит народ Дорогие друзья В этом часе Ночного такси Замечательная Наталья Онегина Из славного русского Новосибирска В мобильном стихи На почте Открытки А в них Поцелуйчики Смайлы Улыбки Все помнят Тот день Когда ты Родился Какой же ты Клевый Тогда получился Тебя поздравляют Тебя обнимают И каждой частичку Души тебе дарит Подруги включают Любимые песни И нам хорошо Нам так весело Вместе Хэппи 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 Гвезды С днем Рождения Принимай Сегодня Поздравления Хэппи Хэппи Гвезды Ты Звезда Так горит И сияй Всегда Знакомы Наверно Мы целую Вечность На дружбе С тобой Значок Бесконечность Всегда Оставайся Каким Тебя Знают А девушки Просто Тебя Обожают Тебя Поздравляют Тебя Обнимают И Каждой Частичку Души Тебе Дарит Подруги Включают Любимые Песни И нам Хорошо Нам так Весело Вместе Хэппи 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 Гвезды С днем Рождения Принимай Сегодня Поздравления Хэппи Хэппи Гвезды Ты Звезда Так гори и сияй всегда. Всегда, всегда, всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Да, дорогие друзья, я уверен, что с вами ничего не случится в дороге. Вы настроены на радиостанцию Шансон-24. Наше имя в сети шансонспб.ру И, соответственно, в портале студии нажимаете кнопочку радио. Там, в общем, мы и находимся в потоковом вещании в совершенно реальном времени из Санкт-Петербурга. Также, дорогие друзья, если вы слушаете радиостанцию «Русский Берлин», то вы на частоте 97,2 МГц ФМ столицы Федерации Республики Германии. И если вы видите нашу студию, расположенную в Санкт-Петербурге, значит, вы зрители телевизионного канала «Ночное такси» на YouTube. Вот на всех этих трех ресурсах сейчас находится наша программа. А программа «Ночное такси», кстати, не знаю, знают об этом Наташа или нет, программа «Ветеран». Вот моему мальчику, Аркадию Санычу, который за пультом такой большой уже мальчик, такой управляется хорошо совсем, ему 18,5 лет. А программе «Ночное такси» знаете сколько? Уже больше 22. Потому что мы впервые вышли в эфир с этой программой. Ну, конечно, на FM-радио, другого тогда не было. В ночь с 18 на 15 февраля 1994 года мальчика еще не было. Он еще в этот мир не пришел. Поэтому в этом году, поскольку сейчас уже апрель, ну, соответственно, «Ночное такси» на 23-м году своей жизни. И что немаловажно, вы знаете, Наташенька, ни одной недели за эти годы не было пропущено. Ни одной. То есть в каком-то виде... Трудитесь. Да, в каком-то виде, но все равно вот хотя бы один раз в неделю «Ночное такси» вышло. Ну, сейчас она работает по субботам, и вот я называю ретрансляцию в Берлине. А вообще вот ни одной недели мы не пропустили, подчеркиваю, за 22 полных года жизни этой эфирной программы. Валентина. Итак, я еще два слова, конечно, скажу о вас, потому что у меня есть синопсис. Я этого не скрываю, но слушатели поймут, поверят, да? А те, кто смотрит видео, собственно, увидят, да, что я держу в руках небольшую подсказку. Ну, я обязан сказать об этом, потому что мне очень важно, чтобы люди как можно больше получили информации от вас. И я, на самом деле, очень радуюсь, что вы задержались с возвращением в Новосибирск специально ради вот этого эфирного часа. И я хочу, чтобы как можно больше всего люди знали. Итак, первая пластинка, как мы уже начали вам рассказывать, появилась в 2015 году. Собственно, я и сказал об этом, показывая диск с нашим юбилейным знаком «30 лет». Песни Натальи Онегиной стали популярны и любимы. Особенно песни «Когда есть ты», «Благословляю», «Танец мамы и сына». Ну, вот «Звон обручальных колец» я точно знал, что будет популярный. С самого начала, когда мы готовили ваши треки к созданию мастер-диска. Ну, конечно, с днём рождения, это понятно, то, что мы сейчас послушали. В 2014 году Наталья выступила в мастер-театре в Нью-Йорке. Это был им жирный фестиваль «Ля Музон». Мы, кстати, его поддерживали, с удовольствием мы поддерживали тогда. Я, кстати, там и узнала вот о вас. Да, да, да. Но мы на самом деле поддерживали Славину, и сейчас с ней очень дружим. Дело в том, что она приезжала сюда к нам, и, что самое главное, она первый раз приехала к нам именно как участница нашего фильма «В джазе только девушки». И сказала, ребята, я заочно про вас всё знаю. Ну, вот рада, что очно познакомилась, увидела вашу съёмочную площадку, записалась у вас. А вы можете поддержать моё начинание? Я вот хочу сделать такой фестиваль для русских в Нью-Йорке. Хотя сама она живёт в Балтиборе. И я, честно говоря, могу очень ей сказать спасибо за это, потому что за огромное число лет, сколько знают русскую песню, в общем, конечно, в столице русской эмиграции, там в Нью-Йорке, да не только русской, это же вообще город эмигрантов гигантский, но никогда не было такого фестиваля, пока она его не сделала. То есть вот удивительно, как она оказалась тут впереди планеты всей. — Столько талантливых людей приехали. — Да-да, и вот она была первой, да-да-да. — И она была первая, кто это сделал, на самом деле. Вот, поэтому я очень рад, что и с вами мы познакомились с её помощью. Ну, её видео есть у нас на канале, где она сама работает. Причём она очень мило поёт, очень таким аккуратным небольшим голосом, и очень хорошо двигается. Это по-настоящему хорошая русская музыка. Это можно назвать музыкой русской эмиграции, хотя в ней нет специально эмигрантских тем и стихов, но это музыка в традиции, а музыка русской эмиграции, конечно, имеет отпечаток страны проживания. Всё равно это уже где-то музыка, которая коснулась Америки. Хотя она обычная еврейская женщина из Белоруссии, уехавшая туда молоденькой, в общем, тоже не вчера. И мне, конечно, Алла очень нравится, потому что она человек, который очень целеустремлён. Я надеюсь, что наша работа с ней продолжится. Она приезжала сюда ещё специально, кстати, для эфира. Я имею в виду для эфира нашего радио, вот как сейчас мы с вами работаем. Но пока больше мы ей видео не снимаем. Хотя у нас, ещё раз говорю, на канале её посмотреть можно. Итак, мы двигаемся дальше. Ну, поскольку об этом фестивале мы заговорили, я думаю, что в этом альбоме, наверное, есть песня, которая, Наташенька, вами исполнялась там. Есть? Ну, мы её уже ставили, она называется «Там, где музыка». Я понял, мы с ней начали. Я там, где исполняла, да. Это я поздно поставить звон обручальных колец. Да-да, кстати, да, звон обручальных колец. Потому что много свадебных клипов уже снят на эту песню. Молодожены выбирают эту песню, в общем-то. Да, ну, я хочу сказать буквально полслова. Дело в том, что просто огромное количество лет я веду эту программу. И когда-то в «Ночном такси» был обязательный концерт по заявкам. Ну, программа всегда была большая, то есть 120 минут. Но сейчас она трансформировалась в большей степени в такое ревью, может быть, в ток-шоу даже с вами. Да, хотя я терпеть не могу этих словечек смешных, типа так, ток-шоу, поскольку столько людей уже это всё испортили. Всё хорошее, что есть в ток-шоу, да, что не все даже уже ассоциируют что-то светлое с этим. Ну, в любом случае, это ревью, обзор. И я очень много лет выполнял заявки. И я могу сказать совершенно однозначно, что есть некий круг тем, который 100% приносит популярность певице, группе, солисту. Ну, конечно, беспроигрышная тема – это день рождения абсолютно. Беспроигрышная тема – это свадьба. Да, вы знаете, да, ну, я могу сказать даже, что для Тимура Шавова, моего приятеля, даже беспроигрышная оказалась тема похорон. У него есть совершенно гениальная песня, которая называется «Хоронила мафия». Бесподобная песня. И я сразу могу сказать, что вот как раз такие вот важные… Нет, мы про похоронные не будем, конечно, говорить. Ну, на самом деле, смысл в том, что вот такие вещи, это я говорю именно как человек, который принимал заявки и сам их, собственно, в эфире исполнил, чем сейчас, мы в этой программе не занимаемся. И я уверен, что эти вещи и день рождения, и звон обручальных колец, они просто обречены на популярность, тем более они вам очень качественно, очень по-доброму, по-теплому сделаны, и они сейчас здорово спеты. Итак, звон обручальных колец в нашем эфире. Аркадий Александрович, номер трека? Семь. 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 Номер семь. Ты мне свою улыбку подари, скажи еще раз о своей любви. И праздничное свадебное платье Могу тебе сегодня показать я Ты за руку возьми, не отпускай И шепотом меня ты поздравляй С днем свадьбы с долгожданным этим чудом Которое с тобою не забудем Звон обручальных колец Музыка двух сердец Сказки красивой начала Где места нет печали Звон обручальных колец Музыка двух сердец Сказки красивой начала Где все волшебным стало Тебе я доверяю жизнь свою И каждый день судьбу благодарю За счастье, за любовь и за удачу За то, что не сложилось все иначе Шампанское подарки и цветы А в мире этом только я и ты И голубей из рук мы выпускаем Пусть сбудется все то, о чем мечтаем Звон обручальных колец Музыка двух сердец Сказки красивой начала Где места нет печали Звон обручальных колец Музыка двух сердец Сказки красивой начала Где все волшебным стало Музыка двух сердец Музыка двух сердец Музыка двух сердец Звон обручальных колец Музыка двух сердец Сказки красивой начала Где места нет печали Звон обручальных колец Музыка двух сердец Музыка двух сердец Сказки красивой начала Где все волшебным стало Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Дорогие друзья, вы по-прежнему настроены на радиостанцию Шансон 24 Вы можете смело слушать нас с портала нашей студии шансонспб.ру Именно так Заходите на сайт Он красивый такой большой машинка такси Там стоит дворцовая площадь И смотрите в кнопочках с сайта Вообще меню его стилизовано Нами под старый приемник В машине Волга ГАЗ-21 Кто не знает Надо нажать на кнопочку Написано радио На новенькой кнопочке Всего вторая неделя Появится плеер Описание программ Жмите на play И в идеальном качестве Кстати стоит Плеер суперсовременный Стоит плагин AAC Такой же как у нас стоит на iTunes Когда вы забираете наши треки в Россию И поэтому качество С телефонией очень высокое Стоит компрессор Там изначально на выходе Бродкастинговой программы То есть в общем старались Все что могли сделать Для того чтобы это было действительно Хорошо очень слышно И пожалуйста Вот шансонспб.ру Это все в ваших руках Теперь слушайте спокойно Круглые сутки Радио Шансон 24 С сайта нашей продюсерской компании И конечно же В Берлине На 97,2 Десятых Мегаса FM Все это происходит Сейчас так же как на телеканале Ночной такси на YouTube Замечательная певица И автор Славной Нашей русской столицы Сибири Из города Новосибирска Наталья Онегина Не впервые уже Здесь у нас Но впервые На радио Шансон 24 И впервые в программе Ночной такси Тем более вот так Онлайновые версии С видеокамерой Я очень рад Что все это состоялось И еще раз благодарю вас Наташа За то что вы Остались здесь После нашего большого мероприятия В четверг Уже третий раз Мне спасибо Говорит Да конечно Потому что на самом деле Это важно для меня Что вы наш Так сказать Уважили Мероприятие было огромное Там в итоге Побывали 30 35 Нет 34 34 исполнителя И было в итоге Записано на видео 62 песни Должно было быть 35 И соответственно Исполнители Должны были спеть На две песни больше Должно было быть Чуть-чуть больше Но к сожалению Не приехали Ребята к нам Заболели И поэтому Вот в последний момент Они уступили место Поэтому чуть меньше Было людей Но мероприятие было славное Как и каждый фестиваль Аркадия Северного Оно прошло По-настоящему достойно Я очень рад Что такое количество людей Из-за границы Из России Приехали к нам Вот поэтому Конечно Я с большим Все это Водушевлением Всегда воспринимаю Потому что я понимаю Что тогда Когда эти люди Выходят на сцену Русская песня жива И жива Именно русская Традиционная песня Какие бы ни появлялись Современные звуки В этой музыке Какие бы ни появлялись Современные инструменты Но все-таки Очень важно Что это та традиция Русской песни Которую поддерживал Великий русский певец Аркадий Звездин Северный И даже вот Столько лет уже прошло Как нет его в живых Он ушел из жизни В 80-м году И мы уже Этот фестиваль делаем Вернее Сделали уже 21-й год Подряд После Его ухода из жизни И все это Интересно людям И появляются новые люди Появляются новые музыканты Новые слушатели Зрители Значит Традиция жива А традиции песни В общем И традиции Любой Культуры И песенной И поэтической Вот именно Доступной людям Создается тот самый Культурный слой Который очень важен И Если такой культурный слой Есть в России То Значит И я свою жизнь Живу не зря Потому что Когда Мы начинали все это Это уж так Я имею право Поговорить На философские темы Поскольку в этом году У меня маленький праздник Мне осенью 50 лет Исполняется Поэтому тянет на философию Вот И я могу сказать Что вы будете удивляться Сейчас Но Когда я Выходил в эфир Вот с этой программой Это была единственная Программа в Санкт-Петербурге Сели Всех радиостанций С музыкой на русском языке На меня смотрели Как на совершенно Невероятного фаната Этого дела Люди владеющие Европой Плюс Радио Модерн Радио Максимум А было Ну и немного было Станций Кто вообще занимался Вещанием на Ифам И они говорили Где же ты нашел Эту музыку Нет ее Этой русской музыки Ты что делаешь Кому это надо Перестройка Гласность Все открылось Вот она музыка Английская Американская Вот эта музыка А чем ты занимаешься Что это за любительское пение Сельский клуб какой-то И на самом деле Я всегда говорил Что вы зря так говорите Потому что все равно Волна Уважения к своему языку В песне И появление Русской музыки Именно как Русской песенной культуры Да Со всеми жанрами Конечно И рок Там хип-хоп Там потом появился Не просто эстрада Да Тем более шансон Но все равно Это будет Потому что Не может быть такого Чтобы наши люди Не сочиняли И не может быть того Чтобы наши люди Не хотели с этим Выйти в эфир Современных Средств массовой информации Независимых Как когда-то Были зависимы Все смены Коммунистического государства Когда конечно Нельзя было заниматься Такой музыкой И все было очень ранжировано И я вот рад Что теперь Получается Что я прав Что огромное количество Радиостанций везде У вас в Новосибирске В Петербурге В Москве Но они все-таки Показывают русскую музыку Всех жанров Стиле Направлений Я ведь не за Монополизм шансона Я за то Чтобы шансон уважали И понимали Что это русская песня Со смыслом Что это музыка Вокруг стихов Это музыка души Да Музыка души Так можно сказать Хоть я очень боюсь Каких-то громких Пафосных Таких цветастых Выражений Да Да Конечно Я собственно И подвожу к этому Потому что Есть еще одна песня Тоже вполне подходит К звону обручальных калиций Как продолжение Дело в том что Иногда Можно сказать Что даже не иногда Очень даже Часто Я пишу песни Для других исполнителей Вот в частности Татьяна Морозова Поет мои песни Которая Солистка группы Унесенный ветром Вот еще есть такая Поверяка Катерина Моро А вот она тоже Исполнит мою песню Следующая Песня будет уже Это Ирина Бакурова Будет петь Мою песню Скоро уже То есть мы ее готовим Это здорово Мы очень дружим С Леночкой Вчера записывали ее Интервью Правда не в этой студии А там записывали вас В нашем Тонтоле То есть мне очень Нравится работать Вот в этом направлении Вот как Вот именно поэт И автор музыки Вот И следующая песня Вы щедрый человек Вы отдаете Такие хорошие песни Хорошим людям Конечно Следующая песня Которую я хочу представить Называется Благословляют танец Мама и сына Мы ее написали С поэтессой Тамарой Нестеровой Для мамы Которая вот Выдавала своего сына Ну в смысле Женила Женила Отдавала мужу Да И вот для их танца Вот была создана Эта песня Сейчас она в принципе Очень-очень популярна Мне приходит Очень много писем Вот от людей Которые пишут Что мы рыдаем И плачем Вот мы любим эту песню Спасибо вам За песню Благословляю Сыночек Я горжусь этой песней Можно сказать Ну есть чем гордиться Она мне тоже Очень понравилась Да Это трек номер 8 Да Она мне тоже Очень понравилась Потому что Я скажу по секрету Что я всегда Вместе с нашим Опытнейшим звукорюсером Мастеринга Всегда работаю Как саунд-продюсер Над каждым альбомом То есть вот Вы отдаете сюда Материал исходный Если помните мои слова Это на техническом языке Я говорю Постарайтесь мастеринг Не делать Вот вам свели Вот вам понравилось Как это сделали В Новосибирске В Москве Там где вы делали Ну вы отдайте нам Дальше уже До вот Качества Ультимативного Будем доводить Я старалась Тамар Нестерова Старалась Еще старался Аранжировщик Из Нижнего Новгорода Сергей Кабанов Вот в этой песне Ну в всяком случае Я могу сказать Что песня получилась Очень красивой И я был очень рад Когда вы получили Уже тиражный Экземпляры альбома И я очень был вам Благодарен опять же За теплые слова В адрес нашей студии В частности Нашего звукурежиссера Андрея Грикало Конечно Мне очень понравился Ваш мастерин Ровно 20 лет Он занимается этим Вот И поэтому Здесь тоже есть Что называется Капля нашего Труда И нашего участия Трек номер 8 Сынок Распахнул паруса Восход Наступил этот день Особенный Кто посмотрит на вас Поймет Друг для друга Навеки созданы Стал сынок Ты главой семьи Знаю справишься Обязательно Словно летний букет Прими Нежность искренних слов От матери Моей молитвой Как крылом Пусть небеса Твой дом Укроют Чтоб детский смех Кружился в нем Чтоб легче было Счастье строить Пускай Зазвездие Ваших чувств Родным и близким Ярко светит Благословляю Ваш союз Благословляю Путь Ваши дети Слезы радости Не унять Молодая жена Красавица Дочкой хочется Называть Мне сыночек Твою Избранницу А во взглядах У вас Любовь А на пальцах Колечки Ясные Сердце Матери Вновь И вновь Обращается Сыну ласково Моей молитвой Как крылом Пусть небеса Твой дом Укроют Чтоб детский смех Кружился в нем Чтоб легче было Счастье строить Пускай Зазвездие Ваших чувств Родным и близким Ярко светит Благословляю Ваш союз Благословляю Пусть важнее ты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Моей молитвой Как крылом Пусть небеса Твой дом Укроют Чтоб детский смех Кружился в нем Чтоб легче было Счастье строить Пускай Зазвездие Ваших чувств Родным и близким Ярко светит Благословляю Ваш союз Благословляю Пусть ваш Дети Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Благословляю Благословляю Ваш союз Благословляю Пусть ваш Дети Если с вами Ночное такси Ничего не случится В дороге Дорогие друзья Мы уже Придвигаемся Так сказать Так вот Неумолимо Придвигаемся К коде Этого эфирного часа Программы Ночное такси Сегодня Я точно могу сказать Что у нас есть возможность Поставить еще Две композиции Наташи Ну как и всегда Ближе к финалу Программы Я всегда Прошу Чтобы Знаете Песни Как любимые дети Тем более Она сама Не только их поет И сочиняет Чтобы она выбрала Ту песню Которая наиболее близка Затем будет Традиционный вопрос Которым всегда Завершается Наше интервью И Откровенно говоря Я его задавал Уже тогда Когда мы год назад Записывали На видео Для Именно телеканала Ночное такси На ютуб Где было интервью Но не было музыки Только был наш разговор Я вам предлагаю Сразу подумать На эту тему Это конечно Спонтанное Сегодняшнее Пожелание Тем людям Которые будут Это смотреть Потому что Поскольку радио То потоковое Здесь и в Берлине И это не агрегатируется А агрегатируется Именно то Что делается Для ютуба Там это останется Навсегда И поэтому Очень важно Чтобы буквально Через песню Наташа сказала Пожелание тем людям Которые это будут Открывать Всегда И слова будут Казаться всегда Словами сказанными Сегодня Наташа Командуйте Какой трек У нас будет Почти в финале Такую веселую Позитивную Танцевальную песенку В общем-то Которую я завершала Написание всего диска И в общем-то Она получилась Такая задорная Веселая Это называется В городе любви Номер 9 Командуйте Великобритания Субтитры делал DimaTorzok Мои глаза сегодня смело посмотри И все для нас, здесь и сейчас Мы не случайно в этом городе зари Споет музыкант о тайне встреч О счастье споет о разлуке О том, как возможно любовь сберечь Когда мы нашли друг друга Растает сиреневый день в лучах Рассветного белого солнца Мое отражение в твоих глазах Без музыки вновь вернется Мы не случайно в этом городе зари Мои глаза сегодня смело посмотри И все для нас, здесь и сейчас Мы не случайно в этом городе зари Мы не случайно в этом городе зари Мои глаза сегодня смело посмотри И все для нас, здесь и сейчас Мы не случайно в этом городе зари Лететь и петь Как это легко с тобой Любить и жить Вместе, мой дорогой Мы не случайно в этом городе зари Любить и петь Мои глаза сегодня смело посмотри И все для нас, здесь и сейчас Мы не случайно в этом городе зари Мы не случайно в этом городе зари Любить и петь Мои глаза сегодня смело посмотри И все для нас, здесь и сейчас Мы не случайно в этом городе зари Мы не случайно в этом городе зари Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ну вот так друзья Собственно и финал этого эфирного часа И финал первой части рубрики Лицом к лицу в сегодняшней программе ночное такси Я могу сказать о том, что Первый большой сольный концерт Натальи Онегиной состоялся В Новосибирске Был это осенью прошлого 2015 года У Наташи есть концерты И конечно я считаю, что это очень здорово И уверен, что вы придете на эти концерты Ну в финале программы Конечно уже заиграл совсем новый трек Песня «Россия» Я прошу конечно Наталью Онегину Сообщить свое пожелание Аудитории телеканала «Ночной такси» на YouTube Дорогие друзья и мои поклонники Приходите на мои концерты Я вас буду там ждать Там бывает очень-очень интересно Я привлекаю также других интересных артистов В мою программу И хочу еще пожелать Будьте всегда добры друг другу Позитивные Выходите на канал В студии «Ночной такси» Смотрите видео Слушайте новых исполнителей Ищите там мои видео Мои клипы Я думаю, что С моими песнями Вам будет может быть Немножко как-то душевнее А вот теплее По жизни Вот Спасибо Хорошее Доброе Искреннее пожелание В этом эфирном часе Программы «Ночной такси» Побывала замечательная певица И автор Из столицы Русской Сибири Из города Новосибирска А эта песня Я думаю войдет В следующий альбом Студии «Ночной такси» Она посвящается Моей стране России Спасибо До встречи в следующем часе Моё большое сердце Россия Ты можешь понять без слов Россия 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 Твоя и моя Россия Россия Твоя и моя любовь Россия 5 Твое большое сердце Россия Твоя и my body Твоя и моя любовь